Не будем ждать. Время уже нормально, да? Ну хорошо. Тогда начинаем. Меня слышите, коллеги? Пока цеплюсь, кто меня слышит. Ничего нам не мешает. Хорошо. Большое спасибо. Здравствуйте. Елена Григорьевна, меня уже представила, но разрешите еще раз сказать немножко о себе. Броварник Ирина Анатольевна, библиотекарь Прикаспийского современного высшего колледжа, Казахстан, город Атырау. Я рада видеть вас всех сегодня среди участников мастерской Деда Мороза. Наша мастерская будет проходить на сайте Вики Сибириада. Перед библиотечными работами, педагогами и родителями всегда стоит вопрос, как привлечь внимание ребенка к чтению, с помощью чего удержать его интерес к книге. В настоящее время детские и школьные библиотеки вынуждены искать новые формы популяризации детской книги, искать новые формы ее продвижения. И сегодня мощный способ мотивировать детей читать – это можно оживить книжку в цифровом сборнике. Ведь мультимедийная книга – это прекрасное пособие, которое привлекает взгляды детей, разжигает интерес к изучению предмета. А современные инструменты позволяют создать такую книгу своими руками, нарисованными рисунками, самостоятельно озвучить текст, подарить своим родным книжку или отправить ее друзьям. Увлечь сюжетом книги можно даже тех детей, которые пока ее еще не прочитали, если превратить повествование в приключенческую игру с элементами квеста. План работы нашей мастерской. Шаг 1. Новогоднее поздравление от Деда Мороза, знакомство, будет проходить с 1 декабря по 3 декабря. Шаг 2. Тайна комнаты или литературный квест с 4 декабря по 10 декабря. И шаг 3. Будет книжка «Говорить» с 11 декабря по 15 декабря. Давайте разберем план мастерской. Становившись на каждом шаге. Обратите внимание, что для выполнения шага 1 отведено всего 3 дня. Что делают участники? Знакомятся с обучающими материалами по теме, ставят отметку на гугл-карту, создают анимированную открытку, добавляют ссылку в коллективную доску мастерской 1 этап, отмечают выполнение таблицы «Шаги к успеху». Задание несложное. Мы будем с вами знакомиться и поздравлять друг друга с наступающим Новым годом. На гугл-карте предлагаю разместить свою новогоднюю фотографию, рассказать о ваших увлечениях и хобби. Работаем с картой очень аккуратно. Не создавайте новых слоев, уважайте труд коллег. На странице мастерской есть обучалка. Можно написать мне, если испытываете затруднения. В сервисе Irish YouTube, он так и переводится, «Я желаю тебе этого», мы создадим поздравительную открытку. Обратите внимание, если вы работаете в сервисе без регистрации, ваша открытка не будет сохраняться, поэтому сразу копируйте и сохраняйте ссылку на свою работу. Все выполненные работы добавляем в коллективную доску мастерской Деда Мороза согласно этапам. Все свои действия отмечаем в таблице «Шаги к успеху» участников мастерской. Работаем аккуратно, коллеги, не удаляем чужие метки. Прошу вас не закрашивать ячейки, это делает ведущий мастерской. Заходите в таблицу, читайте комментарии и исправляйте замечания, которые будут сделаны по ходу работы. Шаг второй. Тайна комнаты или литературный квест. Что делают участники? Знакомятся с обучающими материалами у хотели, продумывают и составляют план-ключ квеста, открывают доступ к документу, подбирают материал и создают квест, добавляют ссылку в коллективную доску мастерской второй этап, отмечают выполнение заданий в таблице «Шаги к успеху». Шаги второй. Есть пример плана ключа квеста по книге Вениамина Каверина «Два капитана». Коллеги, пожалуйста, в документе в самом не работаем. Сохраняем его к себе и работаем уже в сохраненном документе. Вот на этом слайде вы видите скриншоты с последовательными шагами, как это сделать. Возле названия документа есть значки. Выбираем значок «Сохранить к себе на диск». Открывается вот такая вкладочка. И после этого или создаем новую папку, все делаем, все делаем в новой папке, все материалы мастерской, или просто сохраняем, добавляем ярлык сюда. и потом уже работаем в этом документе. Есть обучалка. Посмотрите внимательно. Вот так вот. Это как открыть доступ уже к этому документу. Здесь это тоже несложно. Все, если у вас какие-то будут затруднения, возвращайтесь ко мне. Сервис e-Learnies создавался авторами для решения педагогических задач. Но почему бы нам, библиотечным работникам, работающим с читательской аудиторией, не приспособить этот сервис для своих профессиональных задач? Давайте мы вместе с вами попробуем и посмотрим, что из этого получится. Разработчики ведут свой канал, по-моему, на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот ссылочку на Инстаграм я указала на слайде. Она интерактивная. Кому интересно, могут пройти посмотреть. И к Новому году как раз разработчики подготовили для своих подписчиков подарок в виде новогодних шаблонов Powerpoint. Можно им написать и получить ссылку на шаблоны. Это как раз применимо к теме нашей мастерской. Сервис предлагает разный набор инструментов. Это интеллектуальная игра «Твоя викторина». Терминологическая игра «Объясни мне». Новый инструмент «Интерактивное видео». И о чем мы будем говорить более подробно. Это веб-квесты «Выбери из комнаты». Сервис eLearnis.ru позволяет создавать квесты жанр «Выход из комнаты». И в таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различные предметы, находя подсказки и решая логические задачи. Для создания литературного или образовательного квеста поставками могут быть ответы на поставленные вопросы, на которые необходимо ответить для продвижения по сюжету квеста. На сегодняшний день авторы сервиса разработали 20 локаций игровых комнат по разным тематикам. Из них 15 находятся в бесплатном доступе. Я недавно обращалась к ним, и вот они мне сказали, что мы можем, я могу создать неограниченное количество уроков квест-комнат, которые я могу создать и редактировать, неограниченное. Но так как у меня бесплатный доступ, то, конечно, я могу работать только с теми, которые мне доступны, то есть 15 комнат. Вот на этом слайде вы видите, как может выглядеть комната, то есть название комнаты, сколько видов заданий она в себя включает, можно ли добавить звуковой файл. И вы видите разноцветные кружочки, которые говорят о сложности, уровне сложности, значит, этой комнаты. Например, зеленый кружочек это легкий уровень, желтый, средний, и красный, сложный. Но задания с красной отметкой доступны только в тарифном плане премиум. Вот как раз буквально на днях появилась информация, что в квест-комнате День науки есть возможность создать задания и настроить включение подсказок. С их помощью можно не только детальнее ознакомиться с сюжетом, но и помочь детям с умственными нарушениями легче проходить квест-комнаты. Для них нужно включить подсказки, для детей с ОВЗ можно добавить контрастные изображения. Но эти данные функции включены пока в тестовом режиме, только в одной комнате, еще раз повторю, в комнате День науки. Все эти созданные квесты можно публиковать на сайтах, в блогах. Они очень хорошо встраиваются. Вот я хочу отметить, что ребятам очень нравится такой вид заданий. По-моему, в начале года, нет, в прошлом году, кажется, наши учащиеся началки участвовали в веб-квесте по произведениям Павла Бажова Молокова Юлия Валерьевна. И вот ребята как раз в итоговой анкете указали, что им очень понравилось такое задание квест в квесте. Сам квест был сделан в Google сайтах и внутри был строен этот квест. Вот им очень понравилось. Давайте рассмотрим квест комнату, деленная комната. Здесь находятся обычные вещи для комнаты. Да? Мы не видим заданий, но если поводить курсором по обстановке этой комнаты, мы увидим, что если в задании есть интерактивность, то при наведении на объект курсора появляется рука, а наша задача выбраться из этой комнаты и подойдя к двери, мы, если на нее нажмем, мы видим, что нас просят ввести код. Вот здесь вот внизу, да, вы видите, ввести код. При наведении курсор появляются такие надписи, например, если вы наведете на диван, появится надпись «Обычный диван» или «Обычная тумба под телевизор». Как же нам увидеть, что там есть? Мы видим, что на столе стоит пустой чайник и находится бутылка воды, лежит пульт от телевизора. Если мы курсором возьмем бутылку и поднесем ее к чайнику, то чайник наполнится водой. Он закипит, выпустит струю пара и мы увидим одно из заданий в зеркале. Если мы нажмем на пульт, то включится телевизор. Мы увидим следующее задание. Если мы доведем курсор до книжной полки, которая находится в этой комнате, мы увидим задание, которое лежит на книжной полке. Таким образом, мы найдем все задания этой комнаты, ответим на поставленные вопросы и узнаем код для открывания двери. В некоторых комнатах при наведении курсора на мелкие вещи они собираются под замочек. И чтобы ими воспользоваться, надо захватить нужный предмет и перетащить его в комнату, воспользовавшись им по назначению. Если это лупа, ее надо направить туда, где плохо видно. Если это салфетка, то ею надо протереть запотевшее стекло, окно. Если это метелка, то нужно смахнуть пыль с картины. И так далее. На этом слайде вы видите, как можно оформить задание для квеста. Посмотрите примеры коллег, представленных в шаге втором. Там есть примеры, которые мы работали на тренинге у Натальи Николаевны Фуфлыгиной. И была такая идея объединить, дать добро всем созданным квестам, чтобы они были в публичном доступе, чтобы мы могли в какой-то момент, может быть, поучиться или воспользоваться ими. Есть такой материал, как раз дополнительный материал к этому этапу работы. Посмотрите внимательно на эти задания. Если вы делаете впервые такой квест образовательный, не стремитесь создать именно сложный квест. Не стремитесь. Вот здесь вы видите на одном из слайдов, это маля была работа, да, вы видите здесь как подсказка QR-код. Например, если ребенок не читал эту книгу, участник не читал эту книгу или не помнит, он может отсканировать QR-код и попасть на электронную версию книги и попробовать ответить на этот вопрос. Но подумайте, будет ли действием такая подсказка, ведь в этом случае, например, у ребенка должен быть еще телефон, чтобы сканировать QR-код. Может быть, этот прием можно применить для старших школьников или для подростков. Вот пример, Юлии Валерьевны по произведениям Бажова, как раз она взяла вот такие вопросы, взяла, перемешала одно слово и вот ответив это слово потом нужно будет выбрав правильные буквы, потом еще нужно будет с этого слова составить правильное слово для кода. Здесь пример Натальи Николаевны Куфлыгиной в нижнем углу. Фраза вдруг крылатой стала, книгу умную попала, перед каждую главу видим мы ее с тобой. Тоже очень интересно и там вот решение. придется поломать, участнику придется поломать голову. Ну, вот Наталья Николаевна говорила, что ее кадеты очень любят вот такие логические задания. Так, ваш квест может быть посвящен одной книге или писателю, или какой-то определенной теме. Если, конечно, вы педагог, то уже какому-то правилу может быть или ряду правил, да, вы сами знаете, как придумать это, как это объединить. Создайте план квеста, продумайте вопросы, пропишите ход выполнения заданий, откройте доступ к документу и вставьте ссылку в таблицу «Шаги к успеху участников мастерской». Хочу обратить ваше внимание на следующие нюансы, что все задания для комнаты нужно создавать повер-поинт, сохранить каждую страницу презентации как изображение в формате PNG или IGPG. Вот сейчас есть хорошая возможность сделать такие изображения в сервисе Canva. Пожалуйста, попробуйте, там очень ярко получается, красиво. Попробуйте, Canva вам в помощь. Вот здесь вы видите на слайде подчеркнутое изображение, текст, звуковой файл, то есть это говорит о том, что вы можете добавить в этот вопрос только один вид заданий, да, это может быть или только изображение с текстом, или текст, или только звуковой файл. Но можно использовать звуковой файл в конце, как бы, для поощрения, если вы желаете, может быть, это будут какие-то слова или чтение какого-то стихотворения, или, может быть, это будет хорошая песня, какая-то веселая, смотрите, здесь уже ваша фантазия, но вид задания может быть добавлен в вопрос только один. При настройке доступа к квесту вы можете запрашивать имена участников, например, для сбора статистики на ваш квест. Ну, в каком случае это нужно, если вы, например, проводите свой квест среди учащихся разных классов, и вам нужна статистика, нужен сбор, и видеть, кто выполнил задание, кто зашел в игру, кто выполнил. Нужно это вам или нет, вы, конечно, решаете сами, но в нашем случае я предлагаю не включать эту функцию, пожалуйста, да, здесь же вы видите номер, который присвоен вашему квесту, и прямая ссылка на квест. Вы можете пройти, вот она, эта прямая ссылочка, вот она внизу, вот она внизу, вы можете пройти по этой ссылочке, посмотреть свою работу, если вас что-то не устраивает, может быть, вид какой-то не тот, но прежде, чем пускать, как говорится, в народ, в массы эту работу, конечно, вы должны поиграть сами. При работе с сервисом, конечно же, нужна регистрация обязательно, в этом случае все ваши сервисы хранятся в личном кабинете, можно что-то добавлять и делать здесь уже на ваше усмотрение. Все обучающие материалы по этому шагу представлены на странице мастерской. Не забываем отмечать выполнение заданий в таблице «Шаги к успеху участников мастерской». Идем дальше. Шаг третий будет «Книжка говорить» с 11 по 15 декабря. Что делают участники? Знакомятся с обучающими материалами по теме, подбирают материал, создают книгу и добавляют ссылку в коллективную доску мастерской третьего этапа, отмечают выполнение заданий таблицы «Шаги к успеху». Вспомните свое детство или даже подростковый возраст. Мы пробовали писать стихи, сочиняли какие-то рассказы, сказки. Мы вели, помните, в тетрадках дневники, собирали стихи о любви. Вот, например, у меня был такой дневник, мы собирали стихи о любви, да, личные дневники были, на листочках какие-то писали. А вот сегодня как раз есть сервисы, которые позволяют сделать это онлайн и сохранить и поделиться. В Райт Ридер это платформа для создания мультимедийных книг учителям и его учениками, в данном случае библиотекарям, если мы говорим о каком-то либо книге, то и совместно с читателем. Книги в Райт Ридер могут включать в себя текст, изображение и даже капец голоса. Мы можем встроить в эту книгу ссылку на мультимедийный контент. Все завершенные книги в Райт Ридер могут быть доступны в интернете, ими можно поделиться в социальных сетях, опубликовать, отправить друзьям, родным. Вот, кстати, тематика таких книг может быть самая разнообразная. Можно подготовить такую книгу о каком-либо событии или мероприятии, которое проходило в библиотеке, разослать вашим читателям. Можно создать виртуальную книжную выставку, можно создать виртуальную книжную выставку работ ваших читателей, можно сделать анонс новой книги с цитатами, да, или отзывы ваших читателей собрать о прочитанной книге, рассказать сказку, прочитать стихотворение к 8 марту, сделать совместный подарок мамам и бабушкам к Новому году, или совместный проект с детьми о любимой игрушке, или книгу о вашей библиотеке с отзывами читателей, да, возможностей идей очень много, как вы себе это представляете, но, пожалуйста, если вы хотите делать аннотации на какие-то новые книги, не забывайте, вообще на книги, не забывайте авторские права. В WriteReader доступен на русском языке, мы заходим в сервис и проходим регистрацию, да, так как подразумевается, что у всех участников есть Google аккаунт, вот, да, можно зайти в сервис через аккаунт. Если вы регистрируетесь через электронную почту, пароль, имя, не забудьте принять пользовательское соглашение. А чтобы создавать, начать создавать новую книгу, вы должны нажать вот этот значок с плюсиком в правом нижнем углу экрана. на этом слайде вы видите, как будет выглядеть создание мультимедийной книги. Вы сами начинаете наполнять книгу контентом. Пишите текст, добавляйте изображения из галереи или добавляйте свои изображения и рисунки. Кстати, в галерее есть иллюстрации к трем сказкам Ганса Христиана Андерсона Гадкий Уценок Соловей и Спичков. Походите в галерею, посмотрите, да, вот здесь вот галерея изображений или если вы делаете какой-то проект или еще что-то, может быть, у вас есть рисунки детей, да, вы хотите вот создать, у вас есть готовые рисунки, вы хотите создать вот такую книгу к Новому году с этими рисунками, пожалуйста, эти все рисунки можно загрузить. На титульном листе не забудьте указать название автора, можно выбрать цвет обложки, можно добавить опять-таки изображение на титульный лист, можно сделать какое-то приветствие или сказать в начале о чем эта книга, да, пожалуйста. Сюда на титульный лист можно повести только в котором 52 символа, это с учетом пробелом. чтобы открыть новую страницу книги, надо нажать вот страничка с плюсиком, надо нажать на нее и выбрать мотер. Ну, что я вам хочу сказать, что с октября этого года, к сожалению, сервис монетизировался, и, например, у нас, те, кто работает в бесплатном доступе, есть возможность только подсвечен вот эта вот страничка, где вы можете добавить фотографию, текст и комментарии учителя можно добавить. Это в том случае, когда ребенок создает такую книгу. Именно на таком листе может поместиться 265 символов с учетом пробелов и знаком припинаний. И чем больше слов вы пишете, смельче становится размер стрихта. все ваши изменения сервис сохраняет автоматически. Нажимать никуда не надо, чтобы сохранить текст. Вот, кстати, вот этот макет страницы используют именно учителя для комментирования работ учащихся. Можно записать звуковой файл. Звуковой файл можно записать длительностью только одна минута. Ну, я думаю, этого будет вполне достаточно. Так, готовую книгу можно просмотреть. Если вас что-то не устраивается, вернуться и доработать книгу. Чтобы предоставить доступ своим читателям, нужно нажать вот на эту кнопочку, переместить ее вправо. И, то есть, таким образом вы предоставляете общий доступ. А чтобы поделиться этой книгой, надо нажать на ссылку на книгу. Вот так будут выглядеть ваши книги на книжной полке. Вы можете создать 100 книг. Вот, кстати, вот раньше вот как раз все имели возможность создать и распечатать свою книгу, сохранить ее в PDF-формате. нового с октября месяца, к сожалению, мы этой возможности не имеем. Она доступна только в платном режиме. Но те учителя, которые работают с детьми, вообще, вы знаете, цены не очень большие, и поэтому, конечно, даже можно в какой-то школе копироваться и получить даже специальный доступ. Возможно, это даже намного дешевле, чем платить одному. Я точно не знаю, врать не буду, но мы работали в бесплатном доступе. Недавно как раз я разговаривала с одной учительницей, Светланой Викторовной Ивановой, кажется, Москва. Она говорила, что ученикам своим, да, по разумной цене, конечно, она доступ своим ученикам не предоставляла. Они просто, она создала книгу, они добавили туда их рисунки, и каждый подходил к ее ноутбуку и комментировал твой рисунок, да, точно так же делала я. Вот мой пример там есть, в этом шаге, втором, мастерской, пожелания Деду Морозу от учащихся школы Синым. Ребята нарисовали картинки, а потом озвучили. Вот такое же делала я. Но сейчас мы знаем, что в настоящее время это тяжеловато, потому что во многих школах Дистанк, может быть, в учебных заведениях Дистанк, библиотеках, и поэтому здесь уже, конечно, как бы использовать это нужно только задумать, подумать об этом, как это использовать. Для идей, какой может быть ваша книга, даны примеры в третьем шаге на странице мастерской, посмотрев их, можете создать свои книги. Немного хочу остановиться на том, как нужно добавить своих учеников. Когда вы регистрируетесь как учитель, то сервис автоматически создает ваш первый класс. Если вы используете Google Classroom, то сервис автоматически импортирует для вас и классы, и студенту. Нужно добавить, вы видите здесь, да, на верхнем изображении код класса «Войти в класс». Нужно просто добавить ученика, имя пользователя, как он будет заходить, под каким именем, имя его и фамилия, и нажать кнопочку «Добавить». Детям в дальнейшем требуется только имя пользователя. Им совершенно не нужна регистрация. Они входят в систему, используя свое имя пользователя и код класса. И ученики уже тогда сразу будут отправлены на вкладку «Книги», когда войдут в систему и могут создавать книги. Потом они точно также открывают этот доступ к этим книгам, выведите эти книги, и как учитель можете их комментировать. То есть, например, исправить ошибки какие-то, что-то порекомендовать им. Как учитель вы также можете настроить класс. Вот так будет все это выглядеть. Посмотрите. Вот. Посмотрите здесь, да? Ну, вроде я постаралась все охватить. Мои контакты есть на страничке мастерской. Писать мне на Вики Сибириаду, можете писать на электронную почту, можете писать на мессенджер, если вы меня знаете, пожалуйста, да? Итоговая анкета будет открыта ближе к завершению мастерской, обращаю наше внимание. И, коллеги, еще такой один нюанс. Вот вчера вечером, поздно вечером, я делала рассылку по шагу к первому. И несколько писем не дошло по назначению. Будем искать по возможности этих коллег. Очень жалко, жалко, что они не присоединили, не получили письмо, поэтому обратите внимание, рассылок попадает в память, если кто-то не получил, да? Если вообще никто ничего не получил, значит, вы написали неправильно электронную почту. Пожалуйста, еще раз регистрируйтесь, вот, будем держать связь, я постараюсь своевременно реагировать на ваши запросы, если что-то непонятно, пишите. Я знаю, что многие участники, учителя, они немного потрудняются при работе с Вики, при создании своей личной странички, пишите, вместе мы разберемся. Я желаю вам, выполняем задание как удобно, ну, пожалуйста, старайтесь укладываться во временные рамки. Я желаю всем участникам мастерской удачной работы, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, вообще у меня была такая идея всех вас записать в этот класс, который создан вам в Райт Ридер, и сделать такую выставку ваших книг. Понимаете, это очень здорово, это очень интересно. Если вы меня поддерживаете, пожалуйста, напишите, значит, я сделаю, дам, присвою вам всем пароль доступа, отправлю вам, и вы зайдете в мой класс, и создадите свои книги во Райт Ридер, и потом мы предоставим доступ к этим книгам всем нашим участникам. Я думаю, это будет просто здорово и интересно. Большое спасибо, и желаю вам всем участникам удачной работы в мастерской. У меня все.